дорогие мои друзья уважаемые коллеги по увлечению случайные гости зашедшие на канал всех вас рад приветствовать на развлекательно-познавательном портале подслушно секреты рыболова друзья сегодня я покажу вам очень простую но уловистую оснастку для ловли на фидер я думаю что многие кто и не пользовался пользоваться начнут многим она понравится итак давайте начинать но перед этим небольшая просьба друзья где бы вы меня не смотрели на каких-нибудь ресурсах в интернете на разных на чужих на моих обязательно пожалуйста переходите конкретно на мой youtube на мой дзен и там подписывайтесь так вы не дадите пропасть моим трудам заранее спасибо и так многие из обычных рыболов которые занимаются любительской рыбалкой не спортивной привыкли использовать вот такие вот пружины вот для ловли карася и другой мирной рыбы обычно такие пружины снабжаются двумя тремя там четырьмя крючками такие вот чудища получаются здесь у нас какая-нибудь плотная субстанция какая-нибудь плотная прикормка которая вообще не вымывается и там одной заправки хватает на всю рыбалку там сколько ни кидай она не смывается применение таких кормушек имеет место быть но это надо смотреть тоже условия ловли то есть в основном они применяются на стоячих водоемах это пруды озера небольшие заливщики где нет течения где нет большой глубины вот где выходит на солнышко погреться карась вот там это обосновано то есть в основном соски делают вот из таких кормушек но я предлагаю вам сделать более спортивную оснастку делается она просто она намного уловистей работает она на течение работает она без течения единственный нюанс имеете ввиду что на течение поводок надо делать длинным там от 30 от 40 сантиметров там и до метра в зависимости от интенсивности клёва а в небольших стоячих водоемах лучше использовать более короткие поводки но это тоже все индивидуально то есть смотря как клюет рыба если активные поклёвки если поклёвки есть то конечно поводок должен быть коротким а если поклёвки осторожные и рыба боится приближаться к кормушке тогда поводок удлиняется давайте свяжем с вами фидерную оснастку под названием inline она может вязаться как на основной леске сразу непосредственно так и отдельно в виде снастки я конечно предпочитаю варианты когда можно отдельно навязать а потом просто прийти и подцепить к основной лески и так нам понадобится леска специально возьму темную чтобы было лучше видно вот ну небольшой кусочек пусть будет вот такой сантиметров может быть 60 теперь нам надо сформировать плечо за который мы подцепим поводок смотрите здесь делается обычный узел простой вот и теперь формируется плечо для того чтобы плечо было упругим и не распускалась леска скручивается следующим образом правой рукой вы накручиваете внутрь левой рукой вы накручиваете внутрь друг навстречу другу вы накручиваете каждую леску и она получается вот таким образом превращается в скрутку вот такая скрутка она не распустится нежели если просто взять вот так и намотать все теперь фиксируем тоже обычным узлом можно двойным раз два вот получили такое плечо лишнее отрезаем теперь сюда оденем стопора я возьму крупные чтобы было видно хорошо вы можете брать и крупные и мелкие можно просто взять бусинку и использовать бусинку вокруг которой будет оборачиваться леска и так один стопор мы одеваем доводим прям до конца потом надеваем карабин свертлюгом к этому карабину свертлюгом будет крепиться наша кормушка вот и берем второй стопор который будет ограничивать движение кормушки вверх расстояние здесь можно сделать разные можно сделать вот так ограничить кормушку можно сделать более свободный ход подцепляем кормушку вот так она у нас будет ходить все теперь оснастка наша практически готова здесь сверху делаем петлю вот такой вот петлевес у нас будет раз-два закидываем сюда закрываем и стягиваем получаем вот такой вот петлю все наша оснастка готова нам остается взять поводок готовый и подцепить петля в петлю вот сюда можно поставить сюда вертлюжок по желанию хуже не будет все оснастка готова оснастка простая оснастка чувствительная свободный ход вы регулируете как вам удобно путаться при забросе она не будет один поводок на тоненькой леске будет гораздо эффективнее множество поводков вот на такой куче кормушек используется для ловли на течение без течения вяжите вот такие оснастки они очень удобные их сразу можно прям вот так вот и намотать саму на себя вот крючок зацепил и убирается в коробочку и вот так вот у меня лежит готовом виде навязаны надеюсь информация была полезной с вас лайк подписка а с меня еще больше полезной информации всем добра всем здоровья всем позитива